Всем добрый день, уважаемые подписчики канала Градус Лето. Сегодня мы в Алма-Ате. Погода не очень радует, прохладненько. Мы пришли вот в такое кафе замечательное, с виду. Сейчас пойдем посмотрим. Тут у нас уйгурская кухня. Пойдем посмотрим меню, что сколько стоит и все это расскажем и покажем. Очень приятный интерьер. Красиво сделано, стильно все. Мебель все как надо, в общем. Заведение так уютненько. Название красивое, Ламьян. Ребята хорошо постарались, продумали дизайн, интерьер. Кухня у них тут открытая, все видно как готовят. Сейчас подойдем посмотрим немножко. Сейчас парень вот лапшу делал, а уже не делает. В принципе да, все можно посмотреть, как что готовят, как люди работают. Опять же все бело, аккуратно, светло, уютно. Ну сейчас если лапшу будут готовить, я потом подойду, сниму еще немножко. Так, только что ее крутил здесь. Стулья, столы, все удобно. Сейчас мы меню немножко снимем, что тут есть. Так, первое блюдо. Ну вот название уйгурские, конечно. Щипо-дунганские, дунганская кухня. Цены, кстати, смотрите, цены очень приемлемые. Сейчас нам еще блюда принесут, ну размеры вам покажу. Это прям очень недорого. А, ну вот пельмени из знакомого. Сейчас нам просто тут объясняли, что с чем. Лагманы, очень много лагманов. Гуэру, суэру, могуру. То есть, как нам объяснили, то есть нарезка где-то покрупнее овощи, где-то помельче овощи. Цены тоже, вот смотрите, 1400-1400 за порцию. Так, я заказал, я уже забыл, что я заказал. А, ганфан я заказал, суэру. Он идет с рисом, то есть там не лапша, а рис. А добавка, как в лагмане, тоже мелко нарезанные овощи. Что тут еще из знакомого? Казанки баб нам советовали взять, но порция, наверное, большая все-таки. Говядина вот жареная, плов, кстати, 1300. Но это уже в следующий раз. Крылышки. Так, а вот из напитков... А, тут вот еще есть бешпармак, смотрите. Жареный бешпармак, китайская лапша, бризоли, манты, манты с джусаем. Ничего себе, а что-то мы на эту сторону-то толком и не переворачивали менюшку. Салатики есть. Судак в кисло-сладком соусе. 2500 стоит. Так, мы взяли фирменный облепиховый чай, сказали, очень вкусно нам чайник принесут. 1000 тенге он стоит. Кстати, салат из баклажан можно было заказать. Ну, посмотрим, да, сейчас какие будут порции, а то кушать-то хочется, а если порции большие, сами понимаете. Наешься и не сидишь потом, не знаешь, что делать. Так, а что мы еще заказали? И лепешечку мы одну взяли. Вот, ну ладно, сейчас будем ждать наш заказ и будем немножко снимать. Так, принесли нам столовые приборы с палочками. Вот облепиховый чай. И лепешку. Ну, чайник, я вам скажу, немаленький, очень немаленький. Так, сейчас понюкаем. Пахнет вкусно. Так, еще один заказ нам принесли с овощами, лапшу. Сейчас будем делать обзорчик. Сейчас я подвину. О, жареная лапша, да, это? Там, это сомтам. Сомтам? Тайский. Цомян какой-то? Да, сомян гуэру. Сомян гуэру. Вот, смотрите, порция какая. Это жареная лапша идет с овощами, правильно? Да. Слушайте, ну, очень красиво. Тарелочки, конечно, соответствуют такой восточной атмосфере. Чай, чай, я уже понюхал, очень вкусно пахнет. Надо, кстати, попробовать. Тут еще мясо какое-то, да, есть, я смотрю? Говядина. А, говядина. А, кстати, да, он говорил, что здесь в основном, если мясо, то только говядина. Ну, если блюдо где-то встречается. Что, как? Ну, вкусный. Вкусный? Ну, когда я попробую. Горячий? Да. О, слушайте, да, облепиха, конечно, если ее просто так истинно кислое, а здесь вот с сахаром, отлично. Че, как лапшичка? Ага, вот и мой заказ принесли. Я буду заказать. О, слушайте, а тут рис отдельно идет. Блин, а как есть. Что-то я не понял. Я сейчас буду рис кладь сюда, правильно? Да. И ложкой отдельно кушать. По-моему, так. Если не ошибаюсь. Вот у нас порция риса и мелко нарезанные овощи с подливом. Там вроде бы лапшу стали крутить. На кухне пойду я сниму. Так, давайте снимем немножко процесс приготовления лапши. Я так понимаю, нужно прям с любовью помять ее. Красиво как получается. Потом сейчас он ее тянуть будет. Смазывают оливковым маслом. Ну, или растительным. О, красота. Блин, такой большой кусок теста тяжело наверху. То есть, чтобы вы понимали, что здесь все готовят из-под ножа. То есть здесь, ну, естественно, лапша не попутная. Делается все здесь на месте. В этом-то и большой плюс. То, что вы едите уже оригинальные блюда. Ну, во всех смыслах этого слова. Ребят стараются. Ага. Вот он ее опять закатал. Ну, не просто так. Целая технология. Ух ты. Прикольно. Сейчас из этих кружочков что-то он будет делать уже. Из этих кусочков теста. Сейчас посмотрим. Так, сейчас мы с вами посмотрим, как готовят лапшу из теста. Все делается вручную. Все свежее. Так, вот технологии вот эту давайте глянем. Ага, это, наверное, плоская, которая лапша. Я так понимаю. Вот. И сразу в котел варить. Слушайте, классная технология. Сразу видно, мастер своего дела. Не у всех, наверное, так получится. Вот. Там, наверное, сейчас будет длинненькая лапша. Человек просто понимает, что нужно, как нужно. Да, та была плоская, а та круглая. Слушайте, а как он так делает? Ух ты. Класс. И тут же сразу она варится. Все свежее. Все. Ну, вот. Кому-то приготовили лапшу. Ну, да. Люди приходят, заказы делают. Вот тут, пока мы сидели, кушали, народ идет, идет, идет. Вот еще лапши накрутили. Ну, тесто, я так понимаю, вот оно смазано маслом. Его готовят заранее. Все. Вот это вот. Да, вот этот процесс, конечно, самый интересный. То есть, смотрите, вы можете прийти и просто посмотреть. Это, ну, не для меня специально делают. Это такой формат этого заведения. То есть, кухня открытая. Все, никаких секретов. Все. Все классно. Вот там вы можете видеть еще кухню, где люди готовят. Там что-то жарят, режут. То есть, процесс открытый. Все мы видим. За всем наблюдаем. Да, смотрите, люди приходят, приходят. Так, ну что, давайте пробовать. Рис. Я так понимаю, это нужно сделать вот так. Очень вкусно. Мелко нарезанные овощи. В меру остроты, вот эта дунганская кухня. Она прям очень сильно вызывает аппетит. И сбалансировано прям все. Чай попробуй. А, чай в наличии? Ну, я же пробовал. Ну, ладно, давайте чай еще. Попьем. Цвет? Цвет прям оранжевый такой интересный. Да, он такой очень густой. Да, очень густой. Да, отличный. Прямо сочетание с сахаром. Четко так. Пампушку еще осталось приколивать. Это не пампушка, это лепешка. Ой, лепешка. Нам про пампушки просто говорили. А мы заказали лепешку. Свежие, хрустящие. Очень вкусно. Подливчик прям в огонь. Мы, кстати, были в подобных заведениях. Но я никогда не брал рис. Мы всегда брали или лагман, или лапшу. А с рисом никогда не пробовал. Советую прямо взять попробовать с рисом, если вы не пробовали. Сочетание. Ну, кто любит рис, сочетание просто классное. Ладно, приятного нам аппетита. Спасибо. Сейчас нам, кстати, чек принесли. Смотритель. Так, сколько тут? 2 тысяча девятьсот пятьдесят тенге. Это вот за два блюда, плюс лепешка. А чай, они нам в подарок. Чай нам в подарок. Ну, это потому, что, ну, как объяснить. Хозяин заведения, мы с ним давно знакомы. То есть, как бы, комплимент он нам сделал, как гостям. Тоже приятно, на самом деле. Почему нет? Слушайте, ну, нам очень понравилось. Хорошее заведение. Ребята старались. Ребята строили. У ребят есть идея. Они ее воплощают. У них есть планы на будущее сделать сеть. Ну, мы их, конечно, пригласили второй ресторан открыть в нашем городе, в Павлодаре. Сказали, что подумают. Но я думаю, будущее, не думаю, я уверен, что будущее будет. Даже в нашем городе. Потому что, вот сколько мы тут находились, кушали, разговаривали. Поток людей, как бы, не заканчивается. Люди идут, люди кушают. Порции большие. Цены вы видели. Ну, все здорово. В общем, я вам настоятельно советую, если вы будете в Алма-Ате, посетить это замечательное кафе. На сегодня будем прощаться. Всем до свидания. Хорошего дня.